Делаем тест и вы знаете, он реально работает. Привет всем, вы на канале Китай QX и у нас очередной обзор умного дома и это у нас детектор дыма и угарного газа. У нас уже был подобный обзор, только был датчик именно дыма, а это дыма и угарного газа. Приходит вот такой вот коробке, название CS01W, вот такая вот у него маркировка. Датчик стоит в среднем около 12 долларов, можно найти и дешевле, можно найти и дороже. Сразу скажу, смотрим до конца, потому что в конце будем разбирать и смотреть, что у него внутри. Также не забываем подписаться на канал, поставить лайк, не забыть за колокольчик и поделиться этим видео. Также оформить спонсорство или купить чашечку кофе на BuyMeoCoffee. Спасибо. В комплект поставки у нас входит инструкция, сам датчик, крепежи. В принципе, как и во всех датчиках Туя, у нас вот такая вот подробная тут довольно инструкция, как вешать, куда вешать, QR-коды все. И, короче, все в комплекте Е как полагается. Что у нас по сборке? Сборка очень классная, тут ABS пластик, довольно все такое приятное, в белом стиле, пишется в любой дизайн. Размеры у нас 120 диаметр миллиметров и толщина 31 миллиметров, довольно тоненький. Вот эта вся верхняя часть, это у нас кнопка. Кнопка для подключения и отключения. Крышечка у нас снизу снимается, под крышечкой у нас две батарейки типа АА, то есть пальчиковые. Хороших батареек хватает где-то на год. Потребление у него в режиме сирены 30 миллиампер, в режиме ожидания до 10 миллиампер. Реально работает долго от нового заряда. Если шоу в приложение, может приходить уведомление. Работает до 40 градусов, до 90 влажности, 2.4 гигагерца Wi-Fi, с любой точки мира можно управлять, то есть через приложение Tuya или Smart Life. Мы будем работать в приложении Tuya, так как мы все разбираем в приложении Tuya. Звук у него сирены 85 дБ, очень громко бьет по ушам, просто неимоверно. И есть еще световой индикатор. Давайте вставим батареечки и будем подключать. А теперь у нас что по подключению. Тут будьте внимательны. Это устройство подключается не как обычное устройство Tuya. Значит, что нам надо. Вставляем батарейки, ждем 30 секунд. Он будет моргать периодически, примерно 30 раз моргнет. После того, как проходит 30 секунд, вы быстро нажимаете 4 раза кнопку. Раз, два, три, четыре. И подключаете его в приложение. То есть, именно надо подождать 30 секунд. За 30 секунд устройство загружается и нажимаем 4 раза. Тогда оно подключается. По идее, в приложении должно появиться автоматически, когда вы сверху нажимаете плюсик. Если не появилось, вам придется искать его вручную. Ну или повторить еще раз подключение. Тут нажимаем далее, вводим свои параметры сети. Именно 2,4 ГГц к 5 ГГц не подключается. Ваш телефон должен быть подключен к сети 2,4 ГГц. Вот так вот у нас называется. И далее заходим в самоустройство и видим вот такой вот экран. Итак, значит, что у нас на главном экране. Мы видим сверху заряд батареи. Посредине у нас информация. Есть тревога, нет тревога. Снизу у нас список, что происходило, в какое время. И кнопочка настроек. По настройкам у нас есть заряд батареи. Тесты можно производить, когда включается, выключается. Допустим, при замене батареек. Уведомления по дыму. Уведомления, блин, по заряду батарей. Углекислому газу. Куча настроек. В принципе, вы их все видите. Также, если мы сверху нажимаем на кнопочку ручечки. Тут у нас есть дополнительные настройки. Советую автообновление включить. Та и больше тут нету, что включать, в принципе. Единственное, что вы тут еще можете настроить, это себе голосового ассистента. Например, окей, Google, включи то-то, то-то. Но в данном устройстве это, в принципе, не надо. Потому что это устройство Google, можно сказать, не управляется. Я просто даже не представляю, что вы можете спросить у этого детектора. Давайте теперь посмотрим по сценариям. Что у нас есть в возможных сценариях. Что мы можем задать. Заходим. При измене статуса устройства. И давайте Smoke Alarm. И что у нас? Состояние обнаружения дыма. Можно посмотреть, какие пункты есть. Результат обнаружения. Сигнал об ошибке. Тоже вдруг сбой какой-то, уровень заряда батареи тоже можно уведомления сделать. Состояние CO можно тоже уведомления сделать. Ну и вот такие вот у нас настройки Е в сценариях. По этому датчику мы можем создать сценарий. Там, допустим, по обнаружению дыма. Не знаю. Там включить какой-то кран опрыскивательный. Не знаю. По сирене там можно включить шедок. Дополнительную какую-нибудь сирену со звонка. Например, тоже у нас есть видео. Короче, можно сделать любые сценарии. Дым, закрыть окна, выключить кондиционер. Там, чтобы оно не разду... Короче, можно куча сценариев сделать с этим датчиком. Прикольно, что этот датчик у нас получается два в одном. Потому что в предыдущем видео у нас был датчик, где был только дым. А тут дым и CO. Ну, посмотрим. Это мы еще разберем и посмотрим, что у него внутри. Может, у нас китайцы обманули. Но я не думаю. Приложение Туя управляется с любой точки мира. Главное, чтобы у вас был Wi-Fi. Чтобы датчик был подключен к интернету. Ваш телефон был подключен к интернету. Вы можете уехать в другую страну и анализировать, что у вас происходит в квартире, в доме. Датчики утечки воды, дыма. Как вы видите, у нас все в обзоре Е. Переходите, смотрите все ссылочки под видео в описании. Также ссылочки на этот товар тоже под видео в описании. Ну, а теперь давайте перейдем к тестам. А что у нас по тестам? Вот, давайте подпалим сейчас вот такую вот свечечку арома. И посмотрим, что у нас будет. А у нас довольно быстро срабатывает. Я вам скажу, прям быстро. Но пищит капец просто. Словами вам не передать. По ушам бьет прям конкретно. Уведомление можно выключить в приложении или нажать на кнопку самого датчика. Вот эту верхнюю нажимаете. Но если у нас где-то на потолке, то, конечно, приложение будет удобней. Как только он сработает, он уведомления присылает буквально через 2 секунды. То есть, довольно быстро. Ну, срабатывает прям классно. Смотрите, первый тест я провожу сейчас на дым, он сработал. И второй тест я на него резко дышу. И он тоже срабатывает. То есть, все-таки там 2 датчика, походу. Ну, мы сейчас будем разбирать, смотреть. Срабатывает быстро, срабатывает четко. Ну, конечно, количество дыма попасть должно внутрь прям конкретное. Я не знаю, при таком количестве дыма, наверное, уже неплохой такой пожар будет, если честно. Теперь давайте его разберем, посмотрим, что у нас внутри. Разбираем, смотрим, расколупаем. В принципе, тут на защелках все легонько разбирается, снимается. И что мы видим внутри? А у нас внутри реально 2 датчика. Вот эта черная штука, это реагирует на дым. И вот эта вот колбочка, насколько я понимаю, реагирует на углекислый газ. Блин, прикольно. Реально 2 датчика. Ну, в принципе, он и стоит почти в 2 раза дороже, чем наш предыдущий. Но, зато он работает. Работает, причем работает хорошо. Мне, в принципе, этот датчик нравится больше, чем предыдущий. Советую к покупке, ссылочки в описании. Что я могу сказать по итогам? Детектор хороший, детектор работает. Кричит так, что капец, вы услышите его, не знаю, блин, далеко. Если у вас там, не знаю, двухэтажный дом или трехэтажный дом, вы даже будете с первого на третий слышать, как он пищит. Потому что пищит, он прям бьет по ушам. Качество сборки классное. Заряда хватает батареек надолго. Реагирует довольно быстро. Работает безотказно. Так что могу советовать. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, комментарии пишем. Задаем на все, отвечаем. Ну и не забываем за байми кофе подержать чашечкой кофе. Также подписываемся на канал, ставим палец вверх и делимся этим видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok